Штребух, сейчас твой орех слетит нахуй, так и шо? Братан, это псих, ёбненько, нахуй! Всем привет, с вами Штребух, я готовлюсь ко встрече с конкурентами. Бывает такое. Потому что они реально обнаглели, разрывают мои помойки, как голодные гиены. Это чмо, блять, базар это ещё, сука, дебил. Но я в принципе не расстраиваюсь, я снял гараж, и теперь в этом гараже буду снимать обзоры находок. Пишите в комментариях, если хотите, чтоб я заснял на гараж обзор. А ещё я решил собрать тестовый стенд для проверки компьютерного железа из помойки. Теперь в гараже будет всё на профессиональном уровне, не то что у меня в квартире. А на канале моего друга есть видео со сборкой ультрабюджетного ПК на Ксионе. Он собрал такую пушку, прицените видос по ссылке в описании, вы не пожалеете, там комп просто жесть. Охеренный. Ну а это обзор моих находок из помойки, присаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Нашёл две сумки для ноутбуков в нормальном состоянии. Продать каждую можно по 300 рублей на Авито. Нашёл супер длинную селфи-палку, в которой можно даже закрепить штатив от бренда YonTank, модель 1288. Все эти лопасти убираются, складываются. Сюда крепится держатель для смартфона. В комплекте с палкой вообще идёт пульт, но его в комплекте не было. Оставлю эту палку себе, пригодится для съёмок. А ещё нашёл рабочий, но ушатанный фен. А ещё нашёл терминал от бренда Aris. Я так понимаю, он преобразовывает интернет из обычного антенного кабеля в юти-пиновый. Возможно, кому-то эта штука понадобится, выставлю рублей за 200. Домашний телефон с клавиатурой. В принципе, в отличном состоянии, на экране даже есть защитная плёнка. Только нет в комплекте провода, который подключает трубку к телефону. А также нет подставки. И из-за этого он даже не стоит нормально. Нашёл абсолютно новую робу. И, кстати, офигенную. На штанах есть куча дополнительных карманов. Ну а я, когда работал на стройке, мне давали робу намного хуже этой. Братва, ну это офигенно. Чё, я её продам за 1000 рублей на Авито? Часто нахожу подобные штуки. Это аппарат для педикюра от бренда Scarlett. В комплекте куча насадок и сам аппарат, который работает от пальчиковых батареек. Два рабочих чайника от бренда Redmond с подсветками. В принципе, классическая находка. Чайники постоянно нахожу. И, кстати, чайники с подсветкой покупают намного быстрее, чем без подсветки. Изначально внутри была накипь. Всё повладел специальным средством. Всё работает прекрасно. Продам каждый чайник рублей по 300. Я в шоке. Шёл с леса на электричку домой. И зацените, чё нашёл. Это просто сказка. Я в шоке. Вот это находочки. Вот эту хрень заберут. Офигеть. И всё абсолютно бесплатно. Штребуху на халяву. Телики пошли на медяшку, но всё-таки кое-что я смог забрать. Перед вами две старые магнитолы, которые работают на плёнках. Вот эту я включил. Поначалу она работала. Потом что-то там взорвалось. Тут жутко завоняло. В итоге она, короче, не работает. Нужно чинить. А вот эта магнитола вроде бы полностью рабочая. Плёнок у меня нет, чтобы её досконально проверить. Магнитола называется 201-3 стерео. В общем, эту магнитолу продам где-то за 1000 рублей. А вот эту за 500 рублей под восстановление. Интересная, конечно, находка. Возможно, кому-то это всё пригодится. Но мне это точно не надо. Я не фанат старой техники. Ну а теперь, пацаны, вам пизда. Я выйду нахуй всех захуярю. Поняли, бля? Ебать вас в рот. Нашёл огромнейшую плазму от бренда Sony. И самое интересное то, что она работает. Это первая плазма рабочая в этом году. Модель немного старая. Как видите, она не тонкая, широкая. Из минусов не было только подставки. Но эта проблема решаема, так как можно телек закрепить на кронштейне. Вот это места для крепления. Модель телевизора на экране. Сзади имеется USB-вход для флешки, HDMI и даже не один. Можно плазму подключить как монитор. Телевизор работает, но вот только не пойму, что с ним такое. Он, блядь, выключился. Я не ту кнопку долбоёб нажал. Охуенный обзор. Самый топовый обзор вообще телевизора за всю историю ютуба. Но картинка очень белая. Пытался в настройках всё это поднастроить, но нифига не получилось. Я вот даже не знаю, что мне теперь с этой плазмой делать. Из-за такой картинки это смотреть просто невозможно. Так что спасибо помойке за такой подарок. В принципе, я не расстраиваюсь. Продам её по-любому тысячи за полторы. Потому что с такой цветопередачей цену больше поставить не могу. Совесть не позволяет. Нашёл офигенную пароварку в прекрасном состоянии. От бренда De Limono. Когда я её нашёл, она была очень грязная. Просто взял растворитель и всё начисто оттёр. И теперь она в прекрасном состоянии. Всё в комплекте есть. Провод. Вот такая вот штука. Чаша в отличном состоянии. Вот такое ощущение, как будто и вообще пользовались, возможно, пару раз и всё. Вот реально состояние новой пароварки. Продам её на Авито. Рублей за 800. Нашёл в одной помойке чайник Скарлетт. А также комбайн Vitec. Комбайн, к сожалению, не включается. Нужно будет разбирать и смотреть, что с ним. Ну а чайник Скарлетт полностью рабочий. После того, как блендер починю, продам его за 1000 рублей. Ну а чайник продам за 2 сотки. Я просто поражён. Мне уже барахло реально некуда складывать. Всё забито. Нужно это всё продавать. А барахолка сейчас из-за коронавируса закрыта. С такими находками нужно на рынке свою точку открывать. Потому что реально складывать уже просто некуда всё. Места вообще нет. Соня в шоке. Нашёл маленький утюжок от бренда Max Schmitt. Скорее всего, им делают кудри на волосах. Самое интересное, что он просто в идеальнейшем состоянии, как будто новый. Первый раз вижу такой маленький утюжок. Продам на Авито рублей за 300. Нашёл огромный крутой насос для надувной лодки или матраса от компании Intex. Первый раз вижу такой огромный насос. Скорее всего, им можно лодку быстро накачать. Полностью рабочий. В комплекте 2 насадки. Продам на Авито его рублей за 300. Нашёл абсолютно новый чехол для 4-го айфона. И, кстати, по надписям видно, что делался кейс в США. Вставил в палёный айфон этот чехол. В принципе, он подошёл. Пользоваться можно. Но есть у меня предположение, что этот чехол стоит дороже, чем этот палёный китайский айфон. Нашёл стиральную машинку от бренда Electrolux. С загрузкой на 5 килограмм. И самое крутое, то что машинка полностью рабочая. Я её уже подключал к воде и стирал свои помойные шмотки. И она их отлично постирала. Всё прекрасно выжило. Всё абсолютно рабочее. Но самое жёсткое, то что она очень тяжёлая. Весит примерно килограмм 50. Я её еле домой доволок. Стоят такие стиральные машинки на Авито в среднем 5000 рублей. Ну а я продам за 4,5. Офигенная и ценная находка. Даже если бы машинка не работала, я бы её с лёгкостью продал на запчасти 1000 за полторы. По-настоящему старая находка. Такие находки мне редко попадаются. Это старинный электромегафон ЕМ2. Работоспособность неизвестна, но в принципе для коллекционеров подойдёт. Если что-то не работает, восстановят. На ручке есть кнопка включения. Продам его рублей за 700, возможно кто-то и купит. Нашёл чехлы для автомобиля. В принципе они в нормальном состоянии. Продать такие можно будет рублей за 500. Хотя подписчики мне говорили, чтобы я их не брал. Так как я их нашёл на стриме. Но как можно отказаться от 500 рублей? Чехлы от бренда Dinas. Сзади чехлов есть даже карманы для хранения различного барахла. Нашёл рабочий терминал Huawei. Внешнее состояние нормальное. Его используют для подключения интернета. Также в нём встроен Wi-Fi роутер. Вот только он был без блока питания, поэтому пришлось использовать свой. Нашёл Samsung Galaxy G3. Внешнее состояние хорошее, но вот есть проблема. Возможно из-за вот этой трещины на экране подсветка у телефона не работает. Вот если под таким углом присмотреться, картинку какую-то можно увидеть. И даже когда я его выключаю, могу нажать кнопки. То есть сенсор работает, а подсветки на экране нет. Тысячи за полторы улетит со свистом на запчасти или под восстановлением. Нашёл рабочую антенну для телевизора. От бренда Den. На сегодняшнее время не совсем актуальная находка. Продам потом на барахолке рублей за 50. Нашёл электротриммер от бренда Gardena. Модель SmallCode 300. Работает просто изумительно. Но вот только нет лески или что сюда одевается, я даже не знаю. Продам триммер тысячи за полторы. В этот пакет складывал мелкие находки, которые собирал в помойках полторы недели. Давайте осмотрим, что же мне удалось найти интересного. Капец сколько всего, находок реально немало. Жалко, что барахолка закрыта. Два новых строительных респиратора. Кстати, от короны они не спасут. В принципе, целая пила. Я тут недавно гараж снял, так что она мне пригодится для обустройки. В принципе, не сильно ушатанный кошелёк. Расчёска для моей кошки. Пакет с сим-картами и номерами. Подозрительная находка, возможно, ими пользовались закладчики. Две коробки от айпадов, а также две коробки от шестых айфонов. Внутри, кстати, есть документы и даже наклейки. Коробка от айрботса, в которую складывал монеты. Кстати, они современные. Пожалуй, самая интересная монета, это монета из Макдональдса. Где написано 30 лет дружбы Макдональдс. Я нифига не пойму, дружбы с кем. Макдональдс там с кем-то дружит, видимо. Здесь ещё есть 50 центов, 20 центов. Какая-то японская монета. Японский юан. В общем, монетки пригодятся, буду их складывать. Блок питания от Самсунга. Детская игрушка. Новые SATA кабеля для подключения жёстких дисков. Рабочий блок питания для компьютера, только от защитной сетки. Нет, я не знаю, зачем её сняли. Возможно, конечно, с ним что-то не так, но я его включал, он рабочий. Ещё вот непонятная находка, какая-то японская. А в коробке лежит вот такая вот непонятная штука. Это то ли монета, то ли что. Одна из самых топовых находок, это спиннер. Кулер для корпуса, пригодится для сбора компов. Ещё один SATA кабель. Калькулятор Casio, возможно, рабочий, а возможно и нет. Не знаю, как в нём батарейка меняется. Рабочий замок с ключом. Компьютерная мышка рабочая, а-ля игровая. Почти целая банка мёда. Нашёл себе неплохую кружку, на которой написано Disney, Aladdin, детский музыкальный спектакль. Ну, кстати, да, как я и подумал, заливается кипяток и появляется картинка с Aladdin. Целая бутылка каких-то странных духов, на которых написано секси. Это типа, я попшикаюсь и буду секси. Ну, окей, хорошо, я тогда их себе оставлю. Гель для душа, ещё один кулер для компуктера. А вот это уже крутая находка. Это целая бутылка ополаскивателя для рта. Листерин. Зелёный чай. Полностью запечатанный. Абсолютно бесплатный. Спасибо огромное тем лохам, которые это купили и выкинули. Мне этот листерин очень сильно пригодится. Смазка с озона для полового пениса. Новая бритва в упаковке. Гель для бритья жилет. Габаритные огни для велосипеда. Целая бутылка геля для душа, не ВМН. Офигенно. Две обложки для паспорта. На этой написано Сайн-Петербург. Здесь написано, люблю путешествовать. Ну, в общем, крутые обложки, пригодятся. Ещё один новый респиратор. Кстати, кто помнит эти жвачки, я их нашёл на стриме. У меня их было 10 коробок, но осталось вот только две. Это жвачки Орбит, сладкая мята, полностью запечатанные. Странный и непонятный вейп в разобранном состоянии. Что мне с ним делать, я не знаю. Возможно, кому-то из вас он понадобится на запчасти. Заряжается от USB, называется All Auma. В общем, если нужен, пишите. А ещё есть вот такие розетки, пригодятся. Немножко жижи для вейпа. Новая пахучка для машины. Чехол Powerbank для пятого айфона. На 3000 мАч. Очередная фляжка для бухлишка. Задолбали эти фляжки, блин, постоянно их выкидывают. Что мне с ними делать, я не знаю. Продам на барахолке. Чехол для шестого айфона, на котором написано «Сочи». Ушатанный, но рабочий фонарь. Новая гарнитура для компуктера. От Merda Starbamber. Но самая интересная находка среди всего этого, это вот этот кейс. В кейс вставляется жёсткий диск, к нему подключается вот эта плата. А с этой стороны подключается USB кабель. И скорее всего, любой жёсткий диск можно будет подключить к USB компу и использовать его как хранилище для файлов. Ночник в форме кита. Новый кабель для подключения двух видеокарт в режиме SLI. Также новые переходники для подключения питания видеокарт. Не, ну пчелиный мёд меня вообще порадовал. Крутая находка. Две рабочих мини-лампы для маникюра. Не знаю, что это такое, какой-то приёмник. Батарея для ноутбука. Катафод для велосипеда. Зарядка для аккумуляторов. Беспроводная мышка. Что-то старое и похоже на охлаждение чипсета. Нашёл очередной iPhone 5s, но к сожалению он не включается. И тут кстати экран вот немножко отходит. Я не знаю, что с ним, но скорее всего именно из-за этого iPhone и не включается. На экране стоит защитное стекло, которое я сейчас попытаюсь снять, чтобы понять, экран вообще целый или это трещины на стекле. Снял защитное стекло, на экране нет ни одной царапины, просто в идеальном состоянии. И кстати я понял, почему телефон так распирает. Это из-за того, что внутри вздулась батарея. Тратить время на ремонт и покупать где-то там что-то какие-то запчасти вообще не хочется. Да и возможно на нём iCloud. Поэтому продам iPhone на запчасти рублей за 900. За две с половиной недели удалось продать пылесос, очиститель воздуха, 4G модем, плазма, два скейта, ещё одну плазму, пылесос, выпрямитель, ещё один пылесос, ручка для двери, три чайника и туфли. За две с половиной недели удалось заработать 11900 рублей. Но это очень мало, мне этих денег не хватит даже, чтобы за квартиру заплатить. Всем спасибо за ваш просмотр, подпишитесь на вот эти два канала, а также посмотрите вот эти видосы. Знайте, что я вас люблю, а если вы со мной, значит я в любом случае повелитель и царь помоя. Что ты, допизделся?